Политека онлайн в эфире. Здравствуйте, я Инга Мизеря. Со мной на связи Сергей Гайдай. Сергей, я вас приветствую. Инга, здравствуйте. Сергей, вот такие новости неожиданные для многих поступили. Говорили уже, что референдумы откладываются, нужно полностью всю территорию захватить. Луганская и Донецкая область только вместе могут проводить эти референдумы. И вот сообщение, что Луганская область, оккупированная так называемая ЛНР, будет проводить референдум по вхождению в состав Российской Федерации 23-27 сентября. Как вы думаете, почему это произошло вот так вот вдруг и какие будут последствия этого? Ну, Инга, во-первых, я не соглашусь, что произошло вдруг. Это прямое следствие того, что происходит и происходило на фронте. И наступление украинских войск в Харьковской области, окружение россиян под изюмом, все это вот и привело к подобным тектоническим сломам, которые происходят сейчас с Путиным. Ну, напомню, очень короткая история выглядит так. Эта война, вернее так, эскалация этой войны случилась именно потому, что Путин совершенно не был осведомлен и не понимал, какова реальность его ожидает в Украине. Наивное предположение, что некая военная операция, которая за неделю закончится беспроблемным взятием Украины и сменой там власти, при этом мир это проглотит, себя не оправдало, и постепенно война, скажем так, развернулась в другом формате, в формате на истощение, фронтами. И сегодня хочет того Путин или не хочет, ему приходится окончательно осознавать реальность. А реальность следующая. Оказалось, что его армия достаточно небоеспособна и не способна вести такую войну с Украиной, которая все больше и больше осваивает науку побеждать, все более и более осваивает западное вооружение, все более и более демонстрирует свою способность разгромить российскую армию на поле боя. Вы знаете, вот меня в последнее время из военных фактов волнует такое. Мы думали, что да, украинские войска прорвали линию обороны, дошли до реки Оскол. Это хорошие рубежи, чтобы закрепиться, потому что в каждом настроении надо вовремя останавливаться, чтобы самим не растянуть свои коммуникации и не получить в ответ контрудар, которому ты не готовы на неподготовленных позициях. Так вот, а россияне, соответственно, должны закрепиться по ту сторону реки, чтобы удерживать позиции. Так вот, новость от друзей, которые сейчас находятся там на фронте, такая, что россияне не закрепляются, не могут закрепиться по Осколу, что с высокой вероятностью уже украинские войска перешли эту реку, и дальше перед ними, ну, скажем так, серая зона, которую русские до сих пор не контролируют. Пусть не в таких темпах, но наступление продолжается, и россияне вынуждены были откатиться к дальше, и дальше там уже какие-то рубежи оборудовать. Ну, грубо говоря, у россиян серьезные проблемы. У них проблемы с логистикой возникли, с появлением хаммерсов. У них проблемы начинаются с боеприпасами, которых у них всегда было в 10, а то, может, и в 100 раз больше, чем у украинской армии. Но самое главное – проблемы с личным составом. Отсюда мы видели, что и появляется мобилизация заключенных. Они ищут как угодно, и все больше в российском уропатриотическом сообществе разговоров о всеобщей мобилизации. Ну, и это с одной стороны. А с другой стороны, как зимой и весной провалился лозунг своих «Не бросаем», русский, так сегодня терпит крах лозунг «Россия здесь навсегда». Вот как оказалось для жителей Изюма, Купянска, Волчанска, Балаклея – не навсегда. И те, кто коллаборанты, сегодня серьезно задумываются, что то, что случилось в Харьковской области, может случиться уже и в Луганской, захваченной оккупированной области, и в Донецкой, да даже в Крыму. И отсюда начинаются такие, знаете, лихорадочные попытки выправить ситуацию. С одной стороны, мы видим, что на вопросы Путина, что происходит, почему не удалась не то, что военная операция, а мы терпим поражение в войне, очевидно, ему постепенно начинают докладывать, что у нас мало войск, что для такой войны недостаточно той контрактной армии, как по очень интересному заявлению на одном из пропагандистских каналов от какого-то эксперта, здесь не подойдет война колониального типа. Во-первых, он проговаривается, что они до сих пор рассматривают Украину как колонию, которая восстала и которую надо вернуть назад, захватить. Во-вторых, все больше до Путина доходит сигналов, что у нас мало, скажем так, пехоты, нам нужна явная всеобщая мобилизация. И здесь он стоит на растяжке, потому что, думаю, что у него есть и те эксперты, которые говорят, что мы всеобщую мобилизацию не потянем. В обществе тогда назреет серьезный социальный слом. То есть, люди, знаете, мне, вот есть такой эффект, за 20 с лишним лет путинская власть приучила людей к максимальной социальной пассивности. Выход на улицу, любые проявления социальной гражданской позиции не приветствуются. И общество после 90-х, когда была довольно высокая пассионарность российского общества, их участие в процессах, вы помните, что Москва вообще вышла против ГКЧП массово, плюс в те времена у них еще существовали выборы, на которые надо было ходить, политическая конкурентность. То есть, вот это все полностью уничтожено, общество снова откинуто в советский период такого пассионарного, господи, патерналистского существования, когда люди, в принципе, не хотят, не могут, боятся проявлять любую социальную активность. И тут вдруг общество понадобилось, власти понадобилась мобилизация. Но ведь добровольцы, люди, которые хотят защитить свою страну, не где-нибудь смотря телевизор или где-нибудь в чатиках интернета, а взяв в руки оружие, это люди пассионарные, это люди, проявляющие гражданскую позицию, а это в обществе выжжено абсолютно. И патриотизм оказывается только виртуальный. А когда людей позвать погибать на фронт, помочь тем ребятам, которых они так жалеют, которые попали в серьезную переделку в Украине, были втянуты в войну и гибнут там, такой готовности в российском обществе нет. И если это делать принудительными мерами, а они пойдут и идут таким путем, то, в общем-то, это потерпит крах. Потому что даже самый упоротый патриот, который готов носить георгиевскую ленту и вешать букву «З», к себе на автомобиль, взять в руки винтовку и пойти умирать на Украину, уже увидев, какое количество цинковых гробов пришло оттуда, в общем-то, не очень желает. В общем, это большие сложности. Плюс мобилизация – это не просто позвать людей, это еще обеспечить их техникой, которая на бумаге оказалась много, а в реальности боеспособной техники мало. Это еще эту технику отремонтировать, это еще обеспечить снабжение, тылы и так далее. В общем, мы видим проявление и реакцию на окончательное сознание, что они не только не выигрывают войну, они ее проигрывают. И с каждым днем призрак проигрыша на фронте и победы украинской армии, освобождения оккупированных территорий все больше. Поэтому вот попытки, лихорадочные попытки хоть что-то предпринять в области мобилизации. Насколько это Путину и путинскому режиму поможет, есть разные мнения. Уропатриоты российские считают, что это необходимо, без этого нельзя. Часть экспертов говорит, что это не только не спасет армию, это еще и создаст серьезные проблемы для российской армии. Ну а коллаборанты и в Крыму, и в Донецке думают, как спасти свои шкуры. Ну и ничего другого к ним не приходит, как срочно-срочно сделать эту часть в России. Потому что проблема ЛНР, ДНР, так называемых, в чем? Они из Украины ушли, но в Россию не пришли. И в общем-то там живут люди, которые все чаще осознают, что они люди второго сорта. Что пришедшие российские войска их держат как пушечное мясо. Между ними есть серьезные антагонизмы. Там, с одной стороны, жители ЛНР, ДНР уже имеют серьезные претензии к аккаунтационным войскам. Они ведут себя там не очень хорошо. Они используют мужчин, а загребают мужчин на мобилизацию, используют их как людей второго сорта. Но при этом особо не защитили ни Донецк, ни Луганск. Потому что они чувствуют, что теперь-то с этой войной все может вообще вернуться для них плохо. И какой там не то, что независимости. Скоро ВСУ появится, как и в Купянске, как в Изюме, на их пороге. И русские будут бежать. А русские не любят их, потому что они вынуждены там погибать. За их какую-то там независимость вместо них. А они особо воевать не хотят тоже. В общем, там... И поэтому руководство и часть власти в России лихорадочно хотят, может быть, присоединение их к России, укрепит оборону. И путинский режим начнет их защищать, вот как Крым. Я думаю, что это наша территория, и все будет очень серьезно. Но я думаю, что и этот алгоритм, и эти попытки, скажем так, не дадут серьезного эффекта в ходе войны. Потому что в ходе войны серьезный эффект дает мотивация солдат, их подготовленность, уровень вооружения, уровень снабжения и, скажем так, состоятельность армии вести эффективные боевые действия. То, что называется военным искусством. А мы видим, что украинская армия, это постепенно все возникает и есть. С российской же армией эти параметры, они на нижайшем уровне. А все остальные вот такие вещи, ну и что от того, что Россия скажет, что Луганск и Донецк это Россия теперь. Вот, Сергей, смотрите, я дам сейчас кину цитату. Сергей, сейчас кину цитату как раз в наше обсуждение, что написал Медведь, причем, опять же, про Донецкую область пока речи не идет. Но появилась информация, что вот коллаборанты, которые меняют себя руководством этих областей, Запорожской и Херсонской, тоже попросили, значит, чтобы они провели референдумы. Но я хочу дать Медведева. Помним, что это, конечно, странный человек с болезнями печени, но, тем не менее, он зампреда Совета Безопасности Российской Федерации. Значит, посягательство на территорию России, преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Ядерным оружием опять нам угрожают? Или пытаются успеть внести изменения в Конституцию, пока еще есть какие-то у них силы? Ну, первое, тут, чего они не понимают или не хотят понимать, важным является не только, что решила себе российская власть. Важным является, а что решили еще украинцы. Если для украинцев Крым это Украина, то по нему наносятся удары, его будут деоккупировать, и весь мир в этом Украину поддерживает, ровно как и Донецк и Луганск. Поэтому, чтобы там не решали себе, какие бы бумажки русские не писали, важно, что решили украинцы. Насколько у них есть силы, возможности и решимость освобождать. А пока я вижу, что, вот я вам честно скажу, если до начала широкомасштабной войны, которая началась 24 февраля, в Украине бродили такие мнения, что русских не победить, что идти войной в Крым, идти военными силами на Донбасс не стоит, надо отложить это на многие годы, ждать, пока режим в России поменяется, не надо губить наших солдат. Только дипломатическим путем. Мы помним, как при Порошенко все это очень усировалось, говорилось, только мирный план, альтернативы минским договоренностям нету. Он был таким, знаете, апологетом, чтобы мы решали это договоренностями. Да и Зеленский начинал свой срок, что с Путиным надо договориться. Сейчас в обществе принципиально другой запрос. Откинуть врага и из Крыма, и за границы 1991 года, с Луганской и Донецкой областей, освободил их от оккупантов. Это первый фактор. Второй. У русских сегодня явно плохо все с армией, с вооружениями, с прочим. И чем дальше, тем прогресса не намечается. У них даже самое мощное их оружие, это ракеты. Крылатые ракеты, которыми они бомбят наши города, говорят уже в дефиците, если верить экспертам. А остается только ядерная дубина. Остается только ядерная, и они уже не один раз нам ею угрожают. Но надо понимать, что пока речь идет об обычном вооружении, в войне, то это дело Украины и России, и так бы весь мир и хотел, чтобы Россия разобралась с Украиной, Украина разоблазнена с Россией, и кто-нибудь из них победил. Но как только российские политики хватаются за ядерные ракеты, это угроза не Украине, это угроза всему миру. И я надеюсь, я не знаю, честно говоря, и я боюсь на самом деле, потому что, ведь год назад, вот примерно в это время, когда возникли первые рассуждения, а нападет ли Россия на нас, я был среди тех, кто был уверен, да нет. Вот в таком сценарии, как случился, точно не нападет. Уже там к концу года я понимал, что высока вероятность, что Путин ведет войска без боев на территорию ЛНР-ДНР. Особенно после того, как начались процессы по признанию их независимости, а дальше, естественно, они пойдут братские народы защищать. Но в чем мы все ошибались? В адекватности Путина, в том, что он прагматик, в том, что он поймет, что это гибель для него, то, что Российская империя, ввязавшись в очередную маленькую победоносную войну, как не раз она это делала, скажем так, откроет для себя ящик Пандоры, после которого будет и гражданская война, и крах, и экономический кризис, и изоляция мировая. Но видите, он на это пошел. Поэтому, с одной стороны, я очень надеюсь, что он все-таки в части ядерного оружия остается прагматиком, четким пониманием, что запустив механизм запуска ядерных ракет, он получит ответный удар от мира. Неважно, куда он целится. Есть такой протокол, по которому ядерные державы, обнаружив подготовку к пуску ядерных ракет, должны по этой державе нанести удары, предотвратив начало мировой ядерной войны. Поэтому, я надеюсь, что Путин и его окружение, ну и еще вот весь тот военный механизм, который отвечает за ядерное оружие, понимает, что приказ о нанесении ядерного удара это конец их жизни. Это их смерть. Это подписание смерти. И что можно абравировать формулой все подохнут, а мы попадем в рай, но тоже подохнут. В общем-то, их всех нужно не устраивать, потому что у них у всех есть дети, жены, любовницы, дома, вилы, счета в банках. Вот ради чего это все. Но, опять же, я боюсь ошибаться. Я боюсь ошибаться, как мы все, ну, в большинстве, не все, в большинстве ошиблись, не предполагая, что Путин решится на большие, шокомасштабные действия против Украины, какие он начал 24 февраля. Поэтому будем держать кулаки, будем надеяться, что там все-таки зачатки здравого ума остались, и что, скажем так, Медведев выступает только таким, знаете, шутом, задача которого троллить врагов Путина, которые его обижают, которые его ни во что не ставят, и которые вообще собираются ему принести военное поражение. Ну, и он дел это не раз, Медведев. Вот, поэтому будем надеяться на лучшее. Маргарита Симоньян пишет, судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего. Каким образом признание Луганской области субъектом Российской Федерации по взгляду руководства России может приблизить их победу. Как вы сказали, для Украины это ничего не изменит. Это наша оккупированная территория, которую мы освобождаем. И уже там не 100% Луганской области оккупировано, там, не знаю, 98, 97, но несколько небольших населенных пунктов отбито, поэтому уже даже момента, что полностью вся Луганская область сейчас под контролем России, этого нет. Ну, я еще раз сказал, они лихорадочно ищут любые зацепки. Но для Украины ничего не меняется. Как там находятся российские войска, так они там и находятся. Как там осуществляется прямое управление с Кремля этими территориями, так и есть. Как и было на любой оккупированной территории. Так же происходит и в Херсоне, так же происходит и происходило в Харьковской области. Россия здесь навсегда. введение рубля, введение администрирования напрямую российского. Поэтому я говорю, это такая игра кто кого. Но в реальности эту, скажем так, выигрыш придет на поле боя. В итоге решают не заявление и не Симонян в студии, а бойцы на поле боя. Хочу вам задать еще вопрос по закону, который сейчас принимает Госдума. Это поправки к Уголовному кодексу. Значит, в него введены понятия военное положение, военное время и мобилизация. Ужесточена уголовная ответственность за дезертирство из военной части, добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа начальника военное время, не выполнение предприятием оборонного заказа, а самое главное введена уголовная ответственность за неявку резервиста на военные сборы. Мы видим, что во всяком случае законодательную базу под всеобщую мобилизацию Российская Федерация уже серьезно готовит. Но, как мы помним, первая непопулярная война в Чечне и вторая популярная война в Чечне после терактов на территории Российской Федерации, после взрывов домов в Волгодонске и в Москве, кажется, да? И вот, как вы думаете, будет ли Российская Федерация готовить свой народ к тому, что это святая война, мы должны все собраться, мы должны победить, потому что все эти пункты, которые вы перечислили, и пассивность народа, и желание воевать только по телевизору, это все, конечно, заставляет людей не хотеть, идти в армию, особенно, когда всеобщая мобилизация, это, извините, по идее, не 300 тысяч каждому, это твой гражданский долг. Ну, смотрите, давайте поразмышляем, первое, чтобы спасти свои жизни, и чтобы спасти свой режим, надо понимать, Путин готов на все, на любые действия, любыми жертвами, поэтому, он уже это продемонстрировал, но я хочу напомнить, во-первых, чтобы вы понимали, Чечня крошечная, и там действительно хватало призывной армии, чтобы ее сломить, и второе, мобилизации там не было, простых граждан, москвичей, которые даже пострадали, никто на фронт не звал, расправиться с чеченскими террористами, взрывы ФСБ производило с двумя целями, вы правы, с одной целью, и самой главной, чтобы они пожелали крепкой руки офицера КГБшника, который должен был прийти к власти и замочить их в сортире, но не звать их на фронт, а решить проблему, обеспечить их безопасность, а второе, вы правы, чтобы те действия, которые дальше будут предпринимать в отношении Чечни, снесение Грозного, были поддержаны российским обществом, было сказано, ну правильно, уничтожили гнездо терроризма и гнездо опасности, здесь совсем другая ситуация, здесь Путин поднял Россию с колен, обеспечил какой-то там уровень жизни, сообщил, что мы быстро расправимся с Украиной, а оказалось, что это настоящая война, и сейчас ему придется предъявлять, что друзья мои, я тут затеял спецоперацию, нас Украина не трогала, жили за границей, я затеял спецоперацию, а вам теперь надо всем смотреть не по телевизору, как я буду мочить хохло в сортире, а самим идти на фронт и там погибать, это учитывая, что уже российское общество знает, что там гибнут, что жертв много, этого не знают, может быть, большие мегаполисы, но это знает российская глубинка, у которых регулярное пополнение кладбищ рядом с их бараками, поэтому есть большие отличия, на самом деле, а не проще ли просто убрать этого странного человека и начать процесс примирения с Украиной, чтобы не гибнуть. Второе, будут ли они устраивать теракты, помните, мы с вами обсуждали, что долгое время была морально-психологическая красная линия, что вот давайте воевать на Украине, а наносить удары по России нет. Смотрите, с тех пор потоплен крейсер Москва, реакция властей какая? Это все, что угодно, но не украинцы. Нанеси, неоднократно наносились удары по подграничным районам Российской Федерации. Объявляли им мобилизацию, говорили, что вот теперь у нас война, Украина наконец напала. Нет, конечно. Потому что им признать, что сегодня российских сил не то, что не хватает быстро уничтожить бандеровцев, им не хватает защитить собственную территорию, а это страшный провал для власти. Удар по МПЗ в Ростовской области. Поэтому мне кажется, что теперь хоть они будут там взрывать что-нибудь очень серьезное в Москве и говорить, что это украинские террористы, больше будет претензий к Путину. А что ж ты нас не защищаешь? И они этого боятся. Вот как они боялись недавно момента мобилизации. Но другое дело, им деваться некуда. Это напоминает ситуацию, я в последнее время часто привожу параллели советской-германской войны со второй мировой с 41-45 года. и привожу что, как там было. Для них сейчас, как для сталинского режима, 42-й год. Напоминаю, до 41-го года армия бежала, немцы дошли до Москвы, там были остановлены, и Сталин вдруг понял, что все, немцы выдавались, теперь мы их погоним назад. Но кроме того, что от Москвы их отбросили на 150 километров, дальше война не пошла. Все приказы Сталина обратить немцев в бегство ни к чему не привели. Наоборот, Красная Армия продолжала весь 41-й и 42-й год терпеть страшные поражения. Были поражения под Ржевом, были вот там, где сейчас боевые действия идут под Харьковом, котлы. Немцы прошли весь юг Украины, вышли к Волге, вышли к Кавказу, заперли, практически взяли Сталинград и, видя, Сталин, видя катастрофу, прибег наконец к настоящим военным репрессиям. Вот тогда впервые появился приказ, народное название которого было ни шагу назад, он очень напоминает сейчас то, что было. Наказание за дезертизм, за взятие в плен, взятие, наказание не только солдатам, а их семьям объявлялись врагами, народом и предателями. Появились НКВДшные заградотряды, обратите внимание, что сейчас у русских происходит, все чаще какие-то там кадыровцы уже называются заградотрядами, все чаще они грозят тем, кто побежит, будет отступать или будет улынивать, дезертировать расправами и так далее, и так далее. Ничего нового они не придумали, они повторяют все ту же сталинскую алгоритм, алгоритм любого авторитарного режима, у которых культ силы, когда убеждение заканчивается, начинается культ силы, но у Сталина были необходимые ресурсы, и целая страна, где люди в рабском положении, у Путина сегодня, в современной России, все не совсем так. Огромное количество людей все еще, границы открыты, там люди жили за железным занавесом, не зная, что в мире. сейчас снова усилится эмиграция, сейчас начнут скрывать молодых людей, которых будут призывать. Самое главное, если в Советском Союзе нельзя было скрыться, все были под учетом, то самое главное, разрушена не только и очень неэффективна военная инструктура инструктура у русских, а и призывная, где гарантии, что на учете встают все молодые люди. Нет такой гарантии, сколько учтено уехало за рубеж в эмиграцию, учиться студентов. Поэтому у них сейчас, конечно, большие проблемы, и нам надо этими проблемами пользоваться. Не сбавлять темпы наступления, планировать операции, просить и настаивать на усиление поддержки наших союзников. Мы должны наносить им военные поражения. И мы видим, как военные поражения серьезно шатают стул под Путиным, серьезно шатают сами основы государства, агрессора, государства-террориста и этого фашистского режима. Меня интересует позиция наших западных союзников, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, которые даже после нашей Харьковской Победы сказали, что они не видят причин изменить перечень вооружений, которые дают. Но нас, в первую очередь, конечно же, интересуют дальнобойные ракеты и официальное или неофициальное согласие США на то, чтобы мы наносили удары по территории Российской Федерации, естественно, только по военным целям. Никто не говорит обстреле гражданского населения. И вот, если Россия произведет аннексию официальную по законам Российской Федерации, это подтолкнет наших западных партнеров и вот эти все заявления, что это начало Третьей мировой войны, о том, чтобы они в конце концов еще более жестко отреагировали. Я надеюсь, нашим дипломатам, нашим политикам удастся доказать западным партнерам, что разбитый Путин нашими руками, если они нас вооружат, это как раз и есть самый главный фактор будущей безопасности. А если Путина не удастся разбить на поле боя, если начать примерять, то это лишь только отложенная, иллюзорно отложенная проблема и аппетит этого человека и его неадекватность, его постоянное нахождение на власти и постоянная жажда захвата территорий, жажда мести всему мировому сообществу, обиды на запад, на цивилизованный мир, вот это и есть настоящая опасность. И пока есть возможность, пользуясь, скажем так, тому, что Украина вынуждена вести эту войну, и она вынуждена победить, надо, чтобы западный мир, безусловно, этим воспользовался, это доказательство должно быть. А в части удара, вот они же, Крым считают своей территории, но посмотрите, как они реагировали, когда мы там разбивали их базы и склады. Никакой такой реакции, кроме усиления обстрела ракетами наших городов, которые и так происходят, и Украина уже привыкла к такому состоянию, мы уже, знаете, смешно пугать дождем человека, который уже находится по голову в воде. Поэтому, условно говоря, я думаю, что ситуация должна быть за нас в этой ситуации, и западный мир, рано или поздно, так или иначе, этот вот отстающий ленд-лиз, который мы ждем с начала октября. Для меня было страшное удивление, что он до сих пор еще не начался. Хотя, я всегда думал, что хуже и медленнее украинской бюрократии нет ничего. Оказывается, все не так. Оказывается, бюрократия во всем мире это страшная беда и зло. Можно ли предположить, что вот эта вот возможная аннексия Луганской области это вообще исключительно работа на внутренний рынок, чтобы показать зрителям Скобеевой о том, что мы сохраняем империю, мы ее приумножаем и вот уже смотрите, что произошло. Ну да, я вообще заметил странную вещь такую, что когда они встречаются с фактами реальных событий, например, русские бегут, русские тут не навсегда, русские терпят поражение, после какой-то определенной паники они прежде всего работают не с самими фактами, чтобы изменить реальность, а как можно было бы изменить реальность, ну, например, укрепление армии или, например, выход на серьезные переговоры с какими-то серьезными предложениями. Знаете, вот у нас исторически был такой факт в истории Советского Союза, это три советско-финских войны. Эта война была малоизвестна, ее не любили вспоминать, ее не любили изучать, и вот только до нее добрались, и интерес к ней сейчас возник в связи с как раз войной России против Украины, потому что какие-то вещи были очень похожи, как тогда происходило. Так вот, ну, помимо, скажем так, очень неудачного стратегического поражения Красной Армии в 1939 году, когда финны показали достойный отпор, но все-таки войну проиграли и вынуждены были отдать, по-моему, 10% своей территории в обмен на независимость. Потом было продолжение в 1941 году, когда финны не просто вернули назад все территории, а захватили еще и больше территории как зону безопасности. И, в общем-то, сыграли свою роль в блокаде Ленинграда. Они блокировали Ленинград с севера. И я, вот изучая документы эти, обнаружил следующую вещь. Советскому руководству Сталину очень было важно деблокировать Ленинград, потому что при падении Ленинграда создавалась серьезная угроза той же самой Москве. Потому что при падении Ленинграда огромная часть немецких войск, скованных Ленинградским фронтом, тут же перенаправилась бы с севера к Москве. И участь и Советского Союза, и советской столицы была бы предрешена не в пользу Сталина. И он ввел бесконечную дипломатическую работу по выводу Финляндии из этой войны. А там было такое условие. Финны на свою территорию немцев не пускали. Немцы, кстати, на севере атаковали только с норвежской территории оккупированной. маленький кусочек за полярным кругом. А дальше все боевые действия, это условие было Маннергейма, немцы туда не допускались. В войну вели финны по освобождению бывших оккупированных территорий. И Сталин предпринимал все усилия и через Финляндию, вернее, через Британию, которая имела влияние на Маннергейма, чтобы финны из войны вышли. Это бы сильно помогло Сталину. И вот одно из условий, например, было, представьте себе, что вот в 39-м году, когда подписали договор с Финляндией о перемирии и Финляндия вынуждена была отдать часть своих территорий, которые требовала Советский Союз и Выборг и Карелию, то в 41-м году и в 42-м году Сталин передавал свои послания финнам, что он готов на новый мирный договор, где будут пересмотрены эти территориальные условия. То есть даже Сталин, человек, ну, понятно, диктатор, автократ, человек, который создал огромный многомиллионный гулаг, готов был идти на уступки ради того, чтобы улучшить свое положение в войне. Вот, условно говоря, если бы они по-серьезному думали о том, как им выпутываться из этой ситуации, Зеленский от Путина должен уже давно получать всяческие предложения по территориальным уступкам, но как минимум отойти к линии 24 февраля, вывести свои войска там из Луганска и Донецка, да, в принципе, ему бы было сейчас их сдать выгодно. Честно говоря, например, в обмен за то, что по Крыму будем решать там с годами и дипломатически будем договариваться. И это могло бы дать какую-то надежду, что Путин мог бы это представить, что война не проиграна, что мы наконец заставили несговорчивый киевский режим, который не хотели подписывать Минск-2 вернуться к теме переговоров, ну как-то там выйти. Но они думают не об этом, они думают про свой электорат. И они горечь поражения в Харьской области компенсируют тем, что они радостно радуются, что мы сейчас выключим в Украине свет. Забывая изначальную установку, что мы уничтожаем только военных, с мирным населением и мы не воюем, в ладоши в своих эфирах, что мы теперь устроим гуманитарную катастрофу. Друзья мои, так вы что, освободители? Или вы пришли устраивать гуманитарную катастрофу? Что это за освобождение? Такое, когда вы бьете по ТЭЦ, по плотинам и, в общем-то, создаете проблемы не военным, а мирному населению. Но таким образом они чем дальше, тем все больше волнуются не о реальных событиях на фронте, не о реальном выходе ситуации, а чтобы электорат успокоить, порадовать, отвлечь и так далее. Это всегда плохо заканчивается. Рано или поздно вместо телевизора в дома к людям стучится реальность. Если она отличается от телевизора, начинается катастрофа. И телевизор выключается в итоге. Ну, мы помним, что объективно на 25% меньше стали смотреть пропагандистские каналы в Российской Федерации. Люди просто устали от несоответствия ожиданий и реальности. Я вот сейчас вспоминаю опрос. Кажется, это был Левада-центр. Это было уже месяц, наверное, назад, если не больше. Опять же, тем, что мы понимаем, что никакой серьезной социологии в Российской Федерации нету, что все либо подтасовывается, либо люди не готовы откровенничать с социологами. Которые зафиксируют и потом непонятно, куда это передаст. Да, но, тем не менее, даже при всем этом в вопросе было, что больше 50%, по-моему, около 60, не хотели бы присоединения украинских территорий к Российской Федерации. И вот здесь Россия, с одной стороны, это федерация, здесь живут, ну, точнее, там живут разные национальности с разными, не только языками, но и разными религиями. С другой стороны, мы знаем о том, что уровень ксенофобии в Российской Федерации достаточно высок, и жители Луганской и Донецкой области, можно посмотреть по патриотическим российским пабликам, для них все равно хохлы. И вот если жители Российской Федерации будут не рады присоединению Луганской области, если не повторится то, что было с Крымом, что Путин будет делать? Ну, Путин мне не докладывает Инга, чтобы я говорил, что Путин будет делать или что он думает. Я думаю, что то, что вы сказали, это последствия агитации и ненависти. Это последствия того, что нам российским гражданам говорили, что мы не такие, что мы предатели, что мы бандеровцы, какие-то маньяки, нацисты, нацики, фашисты, все, что угодно. Хотя реальный фашистский режим сегодня в России, классический фашистский режим на самом деле, с культом силы, с культом национального вождя, несменяемости власти, борьбой с однокомыслием. Я вот о чем думаю. Я думаю, что мы вспомнили Медведева, что нам серьезно сегодня надо думать не про это. Нам серьезно надо думать, во-первых, о эффективности нашей армии и выходе на границы 1991 года и четким пониманием, что даже выход на границы мировую угрозу и угрозу для нас прежде всего не уничтожает. Тот же Медведев как-то сказал фразу, такую цитату, что как бы не закончилась война, намекая, что она может закончиться не очень удачно для России, у них остается три козыря. Первый козырь это тысячелетняя история, второй это самый большой в мире ядерный потенциал, а третий членство Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И эти козыри дают им право оставаться мировым игроком, который решает судьбу мира. Ну, я бы так сказал, тысячелетнюю историю не могут себе забрать и пусть читают эти книжки на ночь своим детям. Мир давно в это не верит, и слава Богу, Украина вышла из этого информационного поля, и мы учим другую историю, более адекватную, более справедливую. А вот два остальных козыря, мы должны думать о них серьезно. Покуда у них остаются ядерные потенциал, сам и большой в мире мир должен думать как Россию избавить. И безусловно есть только один путь, это путь демилитаризации России через жесточайшие блокады и санкции против них, которые снимаются по мере постепенного избавления России от уменьшения ядерного потенциала. А второе это безусловно мы с вами об этом уже говорили, Россия занимает не то, что в Совете безопасности несправедливо место, будучи державой, которая развязывает агрессивные войны, уже ни одной сейчас довела мир до Третьей мировой практически в ее преддверии и все время грозит ядерным оружием всему миру. Она вообще нелегитимно находится в ООО, не пройдя процедуру, мы об этом говорили. Кстати, с тех пор, как мы с вами говорили, произошли некоторые подвижки в компании, которая ведет украинская инициативная группа за лишение, за изгнание России из ООН, где она даже членом ООН не является, просто сидит на месте СССР. Во-первых, действия внутри Украины, эта инициативная группа, привели к тому, что впервые Министерство иностранных дел сделало запрос к Генеральному секретариату ООН, чтобы они предоставили документы, подтверждающие российское членство, которых в реале подозреваем нету, а это уже начало официальной процедуры, а не просто какого-то общественного движения. Да, нам по-прежнему нужны подписи украинцев под петицией, я надеюсь собрать не менее миллиона подписей, сейчас мы приближаемся к 100 тысячам, подходя к 90 тысячам, я надеюсь те, кто нас смотрит, найдет эту петицию, скажем так, на международном сайте Change.org, который так и называется, Гайд Руси из ООН, но самое главное, 22 числа начинается работа Генеральной Ассамблеи в ООН, и туда поехали наши активисты, которые по-серьезному будут пикетировать ООН с требованиями разобраться и выгнать Россию, не допускать ее до, скажем так, заседаний в ООН. При этом, как сказал Геннадий Друзенко, который давал интервью, человек, который безусловно является серьезным профессионалом в международном праве, нам придется решать, что делает с ООН. Потому что пути только два. Пока там остается в Совете Безопасности Россия это не работающий орган, который стоит распустить, либо выгнать оттуда Россию и сделать этот орган наконец работающим. Ну, подождем и узнаем, чем все закончится. Я надеюсь, что наших украинцев, которые поехали там, увидят, заметят и даже прислушаются. Ну и будем ждать новостей. Сергей, большое вам спасибо. С нами был Сергей Гайдай. Оставайтесь на Политеку онлайн. Не забывайте подписываться на канал. Я Инга Меделя с вами прощаюсь.